Всем привет! Сегодня хочу предложить вашему вниманию обзор смартфона от компании HTC HTC Deezerer 616 Dual SIM Актуальную цену можно посмотреть по ссылке внизу видео Напомню, что нам очень важна именно ваша оценка обозреваемого смартфона Если вам понравилось, ставьте лайк Если не понравилось, ставьте дизлайк Давайте посмотрим, что входит в его комплектацию Сам смартфон Краткое руководство пользователя Гарантийный талон Руководство безопасности по соответствии с стандартами И присоединение к HTC в социальных сетях Телевого гарнитура, наушники, таблетки, разъем 3.5 Кабель microUSB И зарядные устройства с выходом USB Также аккумулятор, емкостью 2000 мАч Телефон выполнен в стандартном фонфакторе моноблок Имеет 5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD 720 на 1280 Три сенсорные клавиши, фронтальную камеру 2 Мп Также здесь идут датчики приближения освещения, решетка динамика Справа качели громкости и кнопка включения Сверху разъем 3.5, снизу микрофон и разъем microUSB Задняя крышка глянцевая, мы видим легко остаются отпечатки от пальцев Здесь находится основная камера 8 Мп со вспышкой Внизу находится решетка динамика В середине идет лейбл HTC Внизу есть выемка достаточно большая для снятия задней крышки, которая крепится на защелках по периметру Здесь предоставляется доступ к двум слотам сим-карт Первый слот – это обычная сим-карта размера Второй – микросим И слот карты microSD до 32 ГБ Качество сборки хорошее При установке полностью все защелки То зазор получается минимальный И при эксплуатации ничего не люфтит, не скрипит В руке лежит удобно Несмотря на то, что дисплей 5 дюймов Я достаточно легко достаю до углов дисплея Тем самым позволяя мне спокойно эксплуатировать аппарат одной рукой В толщину он получился 9,1 мм В ширину 71,9 мм В высоту 142 мм В вес при этом 150 грамм Здесь установлен Android Операционная система Также здесь настройка над Android HTC Sense Менитый лаунчер от компании HTC Достаточно лаконичный и интересный В быстром доступе здесь стандартный Владелец Процент батарейки Режим в самолете Беспроводной сети Wi-Fi, Bluetooth, GPS Мобильный интернет Монитор трафика Профиль звука Также можно выставить здесь яркость Таймер отключения Автоповорот И беспроводной проектор Яркость, что мы могли оценить Я выставил на максимум Отключил датчик автоматического света Чтобы не падала яркость Чтобы он был всегда яркий И мы могли увидеть При разных обстоятельствах Как будет выглядеть дисплей По представленным программам Здесь большинство сетей сервисов От Google Также представленные сети Facebook Социальные Есть также Polaris Office Для просмотра Word Excel Файлов Диспетчер файлов Раньше он не устанавливался Теперь здесь можно спокойно Посмотреть Что Какие файлы Где находятся В принципе все очень удобно Лаконично Как мы видим Не перегруженную Программами Предустановленными Что очень удобно В то же время Есть радио Аналоговое Которое Антенной Является Наушники Без которых нельзя послушать Да Тем не менее Есть и независимо от интернета Можно слушать радио К примеру По настройкам Что можно сказать В принципе Настройки здесь Стандартные Никаких таких Глобальных изменений Я не увидел Память Здесь всего 4 гигабайта Но доступно Намного меньше То есть на данный момент Почти 1,2 гигабайта Ну Здесь можно Конечно расширить При помощи карты MicroSD Но все равно Достаточно мало Для системного диска Поскольку Вот например Программа Игра Asphalt 8 Она 1,5 гигабайта Весит И к сожалению Установить мне Этот аппарат Без подключения Карты памяти Не получилось Далее Посмотрим Программное Обеспечение Здесь версия Android 4.2.2 Установлена В принципе Очень плавно Работает Красиво При этом Благодаря Разрешению 720 на 1080 HD Картинка Глубокая Скажем так Браузер Здесь Установлен Google Chrome Зачно шустро Браузер Зачно хорошо Открывает Это удобный серфик Интернет Легко Открывает Наш сайт Много Достаточно Высокачественных Картинок Есть Эмитационные Меню В этом По отношению Здесь Проблем Легко Всплывает Работает Есть возможность Посмотреть Обзор Не выходя В другое Приложение Что так же удобно При интернет серфинге Благодаря достаточно большому экрану Удобно В странице Помещается Благодаря своему разрешению Четкость картинки Хорошо все видно Большой запас По яркости Контрастности Ну Мы Лучше посмотрим С вами Качество дисплея На канале YouTube Посмотрим Насколько Идет Красиво Цветопередача Звук Как мы видим Позволяет Включить Качество HD 720 Картинка Безусловно Очень хорошая В этом Разрешении Четкие Насыщенные Тона Четкие Линии Дисплей Обладает Хорошими углами обзора Даже при максимальных Хорошо видно Картинку Нет искажений Ни какого цвета Ни границы объектов То есть даже С любого угла Мы можем увидеть Легко Давайте посмотрим Как дела Обстать со звуком Итак Звук здесь средний По качеству Он неплохой Конечно Есть искажения При максимальной громкости Но В целом Мы звонок с Вами Не пропустим Что ж Давайте посмотрим Что представляет Вся камера Камера здесь 8 мегапикселей С автофолом Фокусом По настройкам Общие Дегиотеги Экспокоррекция Фильтр Режим съемки Баланс белого Топопоработка По умолчанию Здесь можно настроить Резкость Оттенок Насыщенность Яркость Контраст Подавление Мерцание Авто Выключено 50-60 Гц Само фото Мгновенный кадр Запись Голос Определение лиц Только улыбка HDR эффекты Автоспуск Непрерывная съемка 40-90 Гц Размер фото Максимальный 8 мегапикселей Предварительный Просмотр на весь экран Стандарт 4х3 Чувствительность 100 200 400 800 600 И функция Красота лица По видео здесь есть Электронный стабилизатор Включение Включение микрофона Режим аудио Замедление Эффекты Максимальное качество Видео Здесь Это 1920х1080 В QHD Давайте попробуем Сфотографировать Допустим Мелкий шлифт Достаточно быстро Фокусирует Для 8 мегапикселей Я считаю Что очень неплохо Мы видим Четко Хорошо Видны Все Букры Цифры Мелкие Не размыты Для макросъемки Очень и очень неплохо По техническим характеристикам Что можно вам сказать Здесь используется Пятипальцевый мультитач Antutu Бенчмарк В версии 1104 Если мы зайдем Подробно То Здесь написано Процессор хороший Летает С рюмками Приложениями Отличная оперативная память 2D графика отличная 3D графика отличная Летают все игры Ниже можно посмотреть Для значения теста По аппаратной начинке Если мы посмотрим На 4 части Дизайр 616 Dual SIM Раснован на процессоре Qualcomm Snapdragon QSD 8250 С Фонографическими криками Мали 400 MP Разрешение Дисплея 720х1080 HD Камера 8 мегапикселей Оперативной памяти 1 гигабайт Далее можно посмотреть Процессор 8 ядерный 32 бит С частотой 1400 Мегагерц Графический Соскоритель Здесь Поддерживает Плотность пикселей На дюйм до 320 И обладает Пятипальцевым мультитачом Фронтальная камера 2 мегапикселя Поддержка GPS Wi-Fi Bluetooth Синья Поддерживается Из датчиков Датчик приближения Освещение Положение Ну что ж Давайте посмотрим Как будет Вести себя экран В такой простой игре Как Subway Surface Как Покажет Себе графический Ускоритель В плане Как будет Сглаживать графику Как происходит Вдаль И как будет Обрабатывать В свое время нажатием На дисплей Тач Просто здесь Игра как бронер Персонаж все время Бежит Наша задача При помощи нажатий Делать так Чтобы наш персонаж Не сталкивался с разными Препятствиями На маленьких уровнях Персонаж Зачем медленно бежит На более высоких Насыщенно быстро И четкость обработки нажатий Здесь играет немаловажную роль Ну как видим Картинка здесь очень неплохая То есть Как вдаль прорисовки Так и насыщенность цветов есть Есть небольшие Как бы Проблемы со сглаживанием Но они крайне еле заметны В принципе В целом Картинка очень неплохо выглядит Персонаж Двигается четко Туда Куда я его направлю То есть Нет каких-либо Замедлений При этом Четко все Классно Никаких проблем Кто позволит Выполнить самые Необычные трюки И Скажем так Своевременно Ну что ж Давайте тогда Подведем итог Получился На мой взгляд Неплохой Смартфон С хорошим Дисплеем С большим запасом Яркости Контрастности Он 5-дюймовый Также Здесь Интересная Возможность Использования двух сим Карта Одна Как обычная Для тех Кто не хочет Приходить на стандарт Микросим Для тех У кого есть она Можно воспользоваться Как вторым словом У кого есть микросим Тоже очень удобно Так и так использовать Поддержка Интернета 3G Чтобы быть все время На связи Смотреть В интернете Очень удобно Плюс Хороший обзор Достаточно Неплохой динамик Зачем Мощный Из Недостатков Что можно Отметить Здесь Мне понравилось Две вещи Первое Это конечно То что сзади Глянцевая крышка Это выглядит очень Красиво Но как мы видим Я немного Подержал его В руках Как видим Очень легко И быстро Остаются Отпечатки пальцев На задней крышке И второй момент Это конечно То что Устроенной памяти Зачем мало И Системные приложения Которые установлены Системную память Зачем будет сложно Установить Таких как Асфальт 8 Который весит более 1,5 ГБ Аккумулятор Здесь в принципе неплохо 2000 мАч В режиме разговора До 14 часов Как обещают производители И 700 в режиме ожидания Большое спасибо за внимание Подписывайтесь на наш канал Комментируйте Задавайте вопросы Всего вам доброго Спасибо До новых встреч